Добрый день, Артем! Вот снимаю переход, как я делаю. Вот вид спереди. Вот локоток, и здесь уже идет шерсть на лапы. Как сделать так, чтобы здесь не было провала? От локтя два пальца вверх, вот локоть два пальца вверх. Вот это вот часть мы не выбираем в ноль, мы стараемся сравнять вот с этой линией. То есть вот когда мы смотрим на собаку, и шерсть уже будет у нас уложена в лапе, то должен быть плавный переход. Вот мы его не убираем вот здесь в ноль, а оставляем такие вот постепенно выводим вот такие вот более длинные волосочки. Вот, но чтобы в локте потом... Вот сзади лапка, когда смотрите на переднюю, вот она получается. Вот все лишнее, то что выходит за линию, мы просто аккуратненько убираем. Вот именно вот эту вот часть, которая потом плавно переходит еще у нас вот сюда в линию низа, чтобы здесь вот не было дырки тоже. Вы смотрите на лапы со всех сторон, чтобы здесь не было торчащего локтя, как развернутым. Вот, то есть вот это вот чуть-чуть можно укоротить. Вот здесь более короче. Тихо, в мудре стоять. Расчесали немножко, вот как оно лежит назад по лапе. Вот эту часть выравниваем с переда, вот чтобы она у нас была. А вот это, вот она даже растет шерсть вот так вот здесь, вот это убираем уже аккуратненько. Выводим, чтобы у нас было красиво, без провала. Здесь получается средняя длина между вот длиной плеча, здесь коротко убирается. Вот здесь уже оставляем достаточно больше шерсти. А вот это мы делаем переходные, вот это вот на два пальчика. Вот это мы делаем переходные. Здесь чуть короче. Мудри, не садись. Здесь чуть длиннее. Вот тут еще такой, видите, как вот шерсть растет. Вот так вот. Вот эту вот всю мы делаем, чтобы она была ровненькая. Но это надо делать, когда уже шерсть помыта и отфенена.